Друзья мои, всем привет! С вами Димас. Вы на канале Куспа Розер Хукс. И сегодня я для вас приготовлю очень простой достаточно соус. Грибной. Грибной соус в моем приготовлении. Он не калорийный, в принципе, чуть-чуть совсем, там, малой жирности. И он достаточно просто в приготовлении. Достаточно для этого иметь какую-то емкость там небольшую и все составляющие ингредиенты. Так что приступим. Вот я немножко подготовил, варил грибочки вот наши и уже их нашинковал. Изначально вообще я их перебрал от мусора. Там буквально чуть-чуть. Замочил 3 раза по 20 минут. Буквально прям вот. Залили холодной водой. Постояло, слили. Опять холодной водой. Постояло, слили. Ну, поменьше их порезать там на 4 части грибок в зависимости от какого размера. И третий раз тоже самое. 20 минут постояло, слили и все. Закинули в кастрюлю столовую ложку соли любой. У вас закипело. Можете пенку снимать, можете не снимать. Максимум 20 минут на среднем огне проварилось. Все, сливаете и у вас эти грибы готовы. У меня остыли. Я их немножко порубил. Как видите, вот так мелко достаточно. Прекрасный запах у них. Также я возьму сегодня репчатый лук. Тоже его порубил мелко. Ну и чесночок вот у меня тоже я добавлю в этот соус. Также буду использовать масло растительное сегодня. Масло сливочное, естественно молоко, куда без молока. Немножко разных специй я добавлю. Это соль, перец, сахарный песок и карри добавлю немножко. Чуть-чуть придаст такой оттеночек грибному соусу. Также добавлю я пол кубика грибного бульона. Он тоже немножко отдаст свою вот эту изюминку, свою вот эту химическую нотку. Но она очень вкусная получится. Естественно я буду обжаривать муку, чтобы она затянулась. С мукой не переборщите, если вы не любите вкус и запах муки. Много не добавляйте. Ну на литр молока пару столовых ложек без горы. Это максимум какой-то. Ну если хотите погуще, добавьте побольше. Ну вот, друзья, мы приступим к готовке нашего соуса. Где-то возьмем емкость определенную. Лучше взять какой-то сотейник побольше. Выливаем растительное масло. Добавляем мы грибочки и будем их обжаривать. Единственный минус у грибов, когда вы их обжариваете, товарные такие, они очень сильно брызгаются. Точнее при взаимодействии водянистых таких грибов с маслом растительным происходит лукообразные такие вот взрывы. Так же происходит и с рисом, когда вы его обжариваете, и еще подобное со многими продукциями. Так что всегда аккуратнее старайтесь. Вот уже начинает брызгаться. И чаще просто помешивайте. Либо накрывайте крышкой. Кастрюльку либо просто убирайте с огня. Помешали. Опять поставили на огонь. Либо опять же просто убавляйте температуру в вашей комфорте. Ну как вариант это вот просто лучше все помешивать. Если вы не хотите, чтобы у вас возникнут такой казус, возьмите просто шампиньоны свежие. Опять же их не мочите. Главное, главное, главное вот это вот просто не мочить грибы. Я даже сейчас не буду мешать. Вы сейчас увидите, как. Смотрите, начинает брызгаться как. Чтобы как бы чуть-чуть частично избежать этого, вы добавьте в это блюдо, в грибы сразу сливочное масло. Не так будет они брызгаться. Но опять же, в теории, сейчас посмотрим на трактор. Я думаю, ничего не изменится. Ну вот мы частично обжарили грибочки и добавляем наш лук. Мелко нарезанный, как мелкий кубикончик. Мы добавим немножко сахара. Пол чайной ложки соли. Извозить по метре. Перца молотого, черного добавим. Добавим немножко карри-мадрас. На кончике ножа. Сразу приятный аромат пошел. Кому нравится карри, кто-то поймет мне. Кому не нравится, может не добавлять. Тут как бы это... Все возможно, вариации разные. И сразу добавляем пол грибного кубика. Наши грибы. Чтобы опять же придать немножко химический вкус, к которому мы привыкли. Если вы желаете, можете добавлять. Немножко чесночка. Маленькую-маленькую балочку. Прекрасно вот у нас обжариваются все грибочки. Я думаю, можно добавить нашу муку. Молоко использовать ну, пол-литра минимум. Так что добавим одну столовую ложку без горки, пока муки. Сейчас посмотрим. Смотрите, как затягивается. И добавим еще немножко прям пол столовой, чайной ложки. Чуть-чуть подзатянуть. Немножко, видите, подгорает. Ничего страшного, говорю, у вас. Потом все это отойдет. И все... Ну, она не перегорает, она поджаривается, точнее. Потому что очень на медленном огне стоит. И все вот эти свои запахи, ароматы она отдаст в соус вот этой копчености, вот эти поджарочки и так подобное. Ну, вот, продолжаем мы обжаривать все. Прошло буквально минут три. У нас и все обжарилось. И добавляем наше молоко. Прямо в горячем виде прибавляем сразу больше среднего огонь. Вот, добавляем часть молока какой-то. Пол-литра точно здесь есть. И все это аккуратно перемешиваем. Постоянно помешиваю, не даем пригореть, потому что молоко, вы смотрите, очень быстро пригорает. Вот мы видим, начинает загустевать наш соус. Это у нас где-то, ну, пол-литра точно молока ушло. И одна столовая ложка без горки, ну, с горкой. Я же добавлял, да. С горкой муки. Вкусу молочного, мучного я не чувствую на запах. Сейчас на вкус потом попробуем. Вот, но загустевает быстро, значит, муки достаточно. Обязательно непрерывно помешиваем, непрерывно. Попробуем, что на вкус у нас. Ну, такой вкус приятный, такой, ниже среднего. Я имею в виду соль, перец. Сахар чувствуется, достаточно, не будем добавлять. Добавим щепоточку соли еще. И немного перчика. Ждем, сейчас закипит. И снимаем. У нас соус с огня будем пробовать, что случилось. Ну, все, у нас тут затянулось. И мы сдвигаемся с огня. Сделал пару фоточек. Соцсети разные. Но не буду пробовать, что у меня получился, наш соус, как он вообще. Смотрите, очень интересный. Вкусный запах. Зеленушки добавил. Вот. Я попробую без всего, просто вот на вкус. Кто любит грибы, это ваш соус реально. Вкусный, сливочный. Он очень вкусный. Вообще, к любым блюдам подойдет. Он только к мясу. Может, с хлебом даже намазать. Очень вкусно. Куда-то вот. Бутерброд какой-нибудь. Идеальный. Простой соус вот такой. Приготовил сегодня для вас. Грибной. Грибы можно использовать любые, какие у вас есть в данный момент. У меня были синие ножки. Кому понравился, ставьте лайк, дизлайк. Если что-то у вас заинтересовало, какие-то там вы свой грибной соус делаете, каких-то других грибов напишите в комментариях. Кто первый раз на видео, понравился вам этот рецепт, подписывайтесь обязательно на наш канал. С вами был Димас, как всегда. Сегодня я и камера. Всем здоровья, берегите себя. Увидимся на канале. И всем пока-пока. Приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok